Месячник по благоустройству выходит на финишную прямую. Сегодня об этом говорили на оперативном совещании Самарской мэрии. 25 апреля прошел общегородской субботник. Муниципальные службы и управляющие компании вывезли порядка 3000 кубометров мусора. Было задействовано более 8000 сотрудников и 424 единицы техники. В приоритете 18 улиц гостевого маршрута. Их уже отмыли, покрасили, проезжую часть подготовили к обновлению дорожной разметки. До 1 мая все работы будут выполнены. Из общественных пространств в порядок привели 147 скверов. Еще 5 будут готовы к 1 мая. Город действительно стал выглядеть намного лучше. Вот только сезон фонтанов пока откладывается. Несмотря на то, что гидротехнические сооружения города выдержали испытания и пробные пуски, их решено не включать. Возле фонтанов обычно собираются много людей, что в условиях самоизоляции и социального дистанцирования нежелательно. На фонтаны, то есть они готовы по линии. Как команда пройдет, так будем включать. Это будет центром притяжения. Как только включим, там начнет собираться народ, тем более на первомайские праздники. Я полагаю, этого делать не надо. Вот с каретой через 2 часа они все заработают. Но еще раз говорю, мое мнение, предложение не включено. По набережным и паркам работы практически завершены. Проводится демонтаж и замена разрушенной тротуарной плитки. До майских праздников нужно успеть разбить цветники. Всего в городе планируется высадить 7,5 тысяч квадратных метров цветущих газонов. Посадку планировали начать 25 апреля, но из-за неустойчивой погоды пришлось отложить. С сегодняшнего дня приступаем с 27-го. И до 1-го мая мы планируем высадить 7,5 тысяч квадратных метров цветников. По сравнению с 2019 годом, в 2019 мы 4,5 сажали. То есть это порядка 5 тысяч сделает зеленхоз на гостевых маршрутов и остальные 2,5 парки и набережные. Обозначена также задача очистить остановки общественного транспорта и столбы электропередачи от наклеенных объявлений. Для этого Горсвет и ТТУ ежедневно привлекают несколько бригад рабочих. На остановочных павильонах началась еще и подготовка к размещению логотипов к 75-летию Победы. Глава Самары Елена Лапушкина обратила внимание на то, что все работы должны проводиться без привлечения горожан и с соблюдением противоэпидемических требований. Обратите внимание на детские площадки и общественные территории по ограждению сигнальными лентами и объявлениям. Необходимо напоминать горожанам, что стратегически важная задача не допустить распространения инфекции, а как только карантин будет снят, город войдет в свой привычный ритм жизни. Олег Зверев, Константин Головин, Василий Колдашов, Александр Захаров, Леонид Блинов. События.